всем приветик и снова вы у меня на канале сегодня опять с вами гуляю по городу всем хорошего дня позитива добра спасибо за ваши комментарии сегодня просто хотела показать город как всегда пообщаться с вами поделиться тем что все пока у нас по-старому сегодня будний день вы можете увидеть германии на выходные здесь больше людей бывает больше движения видите улочки тихие она вся чистенькая все хорошие машины стоят можете обратить внимание все чистенько и приятно спасибо за ваши комментарии спасибо что не забываете задаете вопросы а сегодня знаете хотела поделиться с вами такая вот интересная тема мы недавно здесь разговаривали с учителями и вообще разбирали какие у них тут есть допустим как они празднуют дни рождения как что они дарят на дни рождения что они дарят на свадьбы и вот хотелось вам рассказать и поделиться что же они дарят прежде всего хочу сказать но насчет именины праздников и подарков они не заморачиваются как правило это какие-то мелкие подарки ни к чему не обязывающие то есть ну это может быть коробочка конфет с букетиком цветов это может быть какой-то маленький подарок пределах 10-15 евро еще если вы допустим будете идти в гости вас еще могут попросить принести с собой салат салат либо какой-то напиток то у них нормально идти на день рождения брать с собой помимо подарка еще какой-нибудь салат также на любую вечеринку также уточняют в какое время поэтому вас могут попросить что-то принести это у них все в порядке вещей чтобы встретиться с подруга ли с другом они заранее назначают время то есть это там за неделю за 2 смотрят свое расписание никуда они там не идут то есть это не может быть такой спонтанно что-то допустим позвонила сказала я хочу прийти в гости у них такого нет то есть это надо заранее все обсуждать все именины про свадьбы вот интересно мы спрашивали говорю что вас принято дарить на свадьбы говорит деньги не принято ну мы как вот как у нас как у украинцев мы дарим деньги у них деньги не дарят они дарят какие-то мелкие подарки это может быть даже та же банка варенья вы удивитесь ну да может даже баночку варенья подарить то есть для нас это немножко странно такие подарочки дарить а у них это нормально какой-нибудь кошелек сумочку они могут подарить на свадьбу то есть это порядке вещей чтоб не быть обязанными то есть они когда ходят друг другу они стараются никому не быть должными бывает так что бывает так что допустим живут есть молодежь допустим даже да вот если или муж и но обычно спрашивают даже в ресторан они что-то заказывают хоть люди живут вместе да и расписаны как они будут оплачивать за еду вместе или отдельно чему такие вот разные случаи бывают как бы нам этого не понять я как бы не совсем могу понять хотя может вы знаете проще жить они не делают из этого культа как у нас что мы там не знаем что подарить начинаем оббегивать все магазины а у нас вообще принято дарить деньги потому что подарок считается ты что-то купишь это не понравится а там как бы вот здесь да это нормально что ты купил них тебе никто ничего не скажет не обидится это нормально недорогой подарочек дни рождения них не так проходит как у нас очень все они такие столы что прямо извините ломятся нам рассказывали я конечно сильно на немецком дне рождения не было но из того что рассказывали люди которые здесь живут говорит ну все по-разному ну вот он большинство говорит те которые истинная вот вот немцы они которые много лет живут то они как вообще не заморачиваются каких-то салаты делают с этого с макарон то у них любимое блюдо ну да не салат называется макаронные салаты какие-то у них такого нет как у нас картошка котлеты у них такое салаты какие-то кухонные пироги может быть там вино тебе предложат но такого разносола как у нас 250 блюд тут у них такого нет все у них намного проще не рождение это как просто вечеринка для знакомых поэтому и живут наверно не может быть легче лучше чем мы мы бы нам нравится на них очень много уходит денег если мне как говорится удастся поехать на украину я когда закончится война вам обязательно покажу как отмечают у нас в украине праздники застолья как все это шумно как это танцы как все это с весельем происходит там где-то у меня на канале если может посмотрите там есть кафе я в кафе снимала вот это все танцы посмотрите там всего ранних видео кому-то будет если тем же полякам интересно я постараюсь эти видео скинуть и вы посмотрите вот так вот ребята хотела вам небольшое рассказать потому что я как бы что-то когда будет более такое грандиозное вам буду показывать это просто простая жизнь и канал так называется о том что я вижу каждый день ну пока все тихо без изменений никаких забастовок никаких тут ничего судя своим чередом никто никого тут не прессует нас украинцев никто тут не прессует все нормально как бы чувствуем здесь сейчас все нормально себя хорошо и не очень конечно приятно и нравится получать от вас комментарии когда вы подписывайтесь на мой канал небо было бы приятно если бы вы больше писали больше спрашивали видите обычный двор а тут сделано вот пивная называется бергартон это у них как пивной сад вот ресторанчик все настолько просто поживем маленьком поселочке здесь людей мало есть такая жизнь размеренная это небольшой город ну хочу сказать на эти 10 тысяч населения может 9 людей очень много эмигрантов очень много арабов сирийцев с индии видела людей китайцы видела то что украинцев здесь хватает нас тут где-то 300 400 человек может меньше я так носишь со всеми селами к этому центру приписать то может и будет так вот день проходит на занятия после занятий дом тоже полно у меня работы своей надеюсь что выучу конечно язык сразу говорю язык очень сложный очень тяжело дается на уровне разговаривать практике 0 что будет из меня еще пока не знаю но держусь самое главное что все целые живы что нельзя сказать своих соотечественников которые сейчас зоне боевых действий поэтому если у кого возможность ребята выезжайте оттуда лучше быть безопасности до чужой стране совсем чужим без своих вещей толком без ничего но быть здоров чем там все время зоне боевых действий переживать что не дай бог что-то с тобой случилось а такое вам сегодня видео рада что смотрите подписывайтесь ставьте лайки а я вас всех очень-очень люблю всем добра позитивом до встречи встретимся в новых видео спасибо спасибо